Девушки отдыхают Это точно, еще как справимся Бочки-то доверху полные, но сейчас мы чутка отольем Грядут перемены Это точно, нильфы бегут, оказалось, ничем-то их не возьмешь Вот и винцо свое бросили Вам точно помощь не нужна? Да справимся как-нибудь А вы куда? До корчмы надо думать Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться На месте старого нильфгардского лагеря Бывайте Шевелись, плотва Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мастер Орт. Что-то его задержало. Ты опоздал. Солдаты! Перекрывают дороги, знаю. Ничего страшного. Ты принес, что я просил? Все, как договаривались. Клинок 38 дюймов с половиной. Вес неполных 40 унций. Сердечник из сидеритовой стали, окован серебром. Глифы и рунические знаки на гарде и по всей длине клинка. Красивый. Я в этом ремесле уже 30 лет. Мои товары только для лучших бойцов и фехтовальщиков. Ручаясь, что лучшего оружия не было еще ни у одного ведьмака. Я знаю твою репутацию, Мастер Орт, и не сомневаюсь. К тому же, как вы хотели надпись. Зираэль. Ласточка. Руны старшей речи. Классическая. Без стилизации. Точно и просто. Можно? Он ваш. Если желаете попробовать, я велел под мастерьем поставить тренировочную куклу. Да. Вот плата. Только драгоценные камни, как просил. Если вы ищете заказов, я слышал про стрыгу в Мориборском лесу. Благодарю. Мне сперва надо заглянуть в Корчму. Позже кто знает. Удачи на пути, ведьмак. Продолжение следует. Мастер-бедьмак. Мастер-бедьмак. Выстояние клинки, где выживаете. Быстрее. Мастер-бедьмак. Отдохни. Отсука, ведьмак! Ладно, выходите. Ну как вы там, поплавали? А вы все про эту дырявую калошку, островов, ваше счастье, что не захотели с нами пули. Мы едва до берега добрались, так она была перегружена. Вы бы все равно не уместились. Рыбьим говном провоняло. Вы украли эту лодку. Взяли взаймы. Мы же знали, что она твоя. Думаешь, мы бы другу вот так без мыла в жопу залезли? Ах, хорошо. То есть теперь вы мне ее отдаете? Побойся богов, ведьмак. На что тебе лодка в этих зарослях? Добро. Тогда и говорить не о чем. Что вы тут делаете? По работе приехали. Знаешь, времена тяжелые. За каждую монетку приходится вкалывать. В округе понадобились геодезисты? Мы переквалифицировались. Теперь мы инвесторы. То есть? Прячьтесь! За нами пришли! А? Что происходит? Ты нас не видел? Где краснолюды? Какие краснолюды? Не играй со мной, ведьмак. Это воры. Они украли золотой кубок благородного Дагборга. А это кто такой? Новый властитель этих земель. Кубок надо найти. Говори, что знаешь, или нам придется вытянуть это силой. Краснолюдов здесь нет. Хочешь сказать, это твой лагерь? Пять кружек, пять одеял. Это все твое? Я охочусь за этими краснолюдами давно. Они опережают меня на пару дней. Лагерь они бросили в спешке. Должно быть, что-то их вспугнуло. А почему ты за ними охотишься? Меня они тоже кое-что украли. Вот деловые. Ведьмака обвезти. Идем. Если ты их поймаешь... А, впрочем, завтра выступать. Спасибо тебе, ведьмак. Я с самого начала ребятам говорил, что ты нормальный мужик. И чтоб вот этой лодки у тебя не брать. Вы, кажется, решили заняться вложениями. Да, вот, вложились в движимое имущество. В нынешние времена... Каждый золотой кубок пригодится. Ясен пень. Что вы с ним сделали? У нас его уже нет. Подвернулся купец. Смешно его как-то звали. Господин Зеркальце или как-то так. Но платил, как полагается. Мы бы с тобой деньгами-то поделились. Но ведь ты краденого не тронешь. И очень это правильно. Если уж вы так просите, возьму я эти деньги. Друзьям ведь не отказывают. Ведьмачья этика. Тьфу! Куда мир катится? Хорошо, хоть корыто это у него, уварь. Куда мир катится? На! Тон-то. Сhana. Разумеется, говноеды. А ну-ка, усиливай! Все. Все, все. Ты только болтаешь. Я вернусь к тебе, обещаю. Да. Склонитесь перед вашим новым господином и защитником. Если б не мы сидели бы тут черные даемы, а то и дочь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени, Дарм. Это твой. Ведьмачий меч. Ласточка. О, чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро у тебя будет возможность его испытать ведьмачками. Значит, надо его испробовать. Война с Нильфгардом закончилась полным торжеством южного захватчика. Лишенные тактические... Лишенные тактического гения Родовида, королевства Норлингов не смогли противиться бесчисленным легионам Эмгыра. Черные знамена взвелись над Новиградом и Ритами. Измученный неустанными набегами тимирских партизан, Эмгыр Вар Эмрейс согласился вновь признать их королевство на правах своего леника. Тимирцы сложили оружие, а император благодаря этому смог сосредоточить силы на других фронтах. Так, благодаря победе Нильфгарда, тимирцы вновь обрели свою отчизну, а история, которая уже раз показала, сколь любит причудливые сюжеты. Расправившись с Родовидом, Эмгыр Вар Эмрейс рассчитался за темы с внутренними врагами. Верные императору шпионы раскрыли всех состоявших в заговоре против него купцов и аристократов. Хотя их бунт никогда не выходил за границы туманных планов. Император не знал жалости. Как всегда. В то время, как континент был обескроулен войнами, на Скеллиге под началом Керес начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных водчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элены Анон, наследница Нильгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковера. Геральт, хоть и тяжело в это поверить, наконец-то бросил якорь в далеком Ковере. Вместе с Трис они обустроили там теплый дом, в котором всегда пахло свежеиспеченными пирогами, а гостям были рады вне зависимости от дня и часа. Ведьмак иногда еще брал кое-какие заказы, но скорее по привычке, чем по необходимости. Ведь будучи королевской советницей, Трис зарабатывала более чем достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok